Доброе утро! Не на улице, но в душе. Предлагаем вам провести это время в компании двух телекомпаний, Первого Крымского и Крым-24, а также двух телерадиоведущих Сальи Салямовой и Александра Ткачева. Да, вещаем мы на двух телеканалах. Сегодня Салья у нас в образе Раксалана. Вчера, напомню, она была в образе принцессы Леи. В общем, меняется, как погода на улице. Да. Но я предлагаю все-таки о новостях. В погоду мы еще перейдем. Давай о серьезном, да. Тем более, как стало известно, необычная находка была сделана. Журналисты Керченского филиала Крым-24 стали свидетелями раскопок уникальных артефактов. В день археолога, 15 августа, участники экспедиции обнаружили погребение младенца. Ну а чем еще удивил археолога в текущий полевой сезон, давайте узнаем из сюжета нашего корреспондента Екатерины Рябовой. Вот плитовое погребение открыли. Только что. Зафотографируйте его хорошо, да? Необычное место погребения младенца сложено не из плита, а сооружено в цельном куске породы известняка. Его нашли под слоем, который относит к римскому времени. Участок раскопок датируется шестым веком до нашей эры. Его начали изучать лишь недавно. Здесь найдены погребения младенцев в Амфорах. Что это значит? Это абсолютно греческая традиция. И здесь жили семьи. Античный Мирмикий просуществовал около 800 лет, вплоть до 4 века нашей эры. Здесь жили варвары и эллины, позже римляне. Поселение было своего рода портовым пригородом Пантикопея. Это один из трех раскопов, на которых в этом году сосредоточены работы Мирмикийской экспедиции. Это большая усадьба римского времени. Археологи предполагают, что здесь могли проживать представители знати, приближенные к верхушке Боспора. Здесь есть хозяйственные помещения, комнаты. В общей сложности тут могли жить несколько десятков человек. Богатую усадьбу населяли также слуги, рабы, охранявшие хозяев воины. Это своего рода замок с полностью автономным хозяйством. В этом сезоне археологи нашли остатки печи, в которой готовили хлеб. Но одна из наиболее интригующих загадок – комната с пифосами, большими сосудами для воды. Вот сюда проходил водосток, и, возможно, они собирали здесь прямо текущую со двора воду в пифосы. То есть это, как вы сказали, было маленькое водохранилище. А лишнее, возможно, выводили туда, потому что вот там дальше идет водосток, уходящий в том направлении. В общей сложности в раскопках участвуют около ста человек. Анастасия Мурадбакиева тут второй раз. С воодушевлением рассказывает о последних находках. Это ткацкое грузило. Вот видите, такое треугольное приспособление с отверстием. Оно использовалось для утяжеления нитей для ткацкого станка. А грузило само по себе довольно редкая находка, что в целом свидетельствует о развитии ткачества. Обломки стеклянных чаш, знаки боспорских царей, многочисленные монеты. Все это поступает к реставраторам, которые восстанавливают облик древних артефактов. Среди находок рельефные светильники, терракотовая статуэтка Сатира со множеством деталей. А совсем недавно исследователям повезло. Они обнаружили практически неповрежденную флягу. После расчистки обнаружил, что она была раскрашена. Вот тут видны следы краски. Археологи продолжают изучение усадьбы, часть которой остается под землей. Чтобы восстановить облик строения, полностью понадобится еще 10-15 лет. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Овцы и кролики. Мясо и молоко. Больше 11 миллионов рублей. Миллиардов. Выделено за последние 5 лет на поддержку сельского хозяйства в Республике Крым. Благодаря грантовой поддержке десятки молодых крымчан смогли открыть свои собственные птицефабрики, а также фермы и аграрные комплексы. Елена Байрамова отправилась на предприятия, которые достойны помощи от государства. Такому ягненку всего лишь месяц. Через полгода он вырастет вот в таких размерах. Денис Ваньжась детства хотел стать фермером и разводить овец. Считает, в Крыму это направление перспективно. Год назад мечту удалось воплотить. Скоро здесь запустят автоматизированный доильный цех. Вот овцы зашли, я нажимаю кнопку, подается корм, они кушают пока спокойно, я их даю. Мы хотим развиваться, поэтому мы стараемся податься на гранты, которые поддерживают начинающих фермеров. Это предприятие в Белогорском районе он поднял с нуля. Справляться с хозяйством помогают специалисты. Гасан Гаджиев шутит, что родился среди овец. Знает толк в лучших породах. Порода лакон, молочная порода, приведенная из Австрии. Чистящая порода. Мы за это время здесь, в Крыму, очень хороший климат, очень хорошие для них условия. Хоть они австрийцы. Увеличили в два раза поголовье. И это только за год. Поголовье увеличивается, растет и продуктивность. За день такая овца, если она питается сухими кормами, дает до 2,5 литров молока. Но если сочными, может дать даже 6 литров продукта. Давайте попробуем, какое оно на вкус. Овечье молоко. Оно очень сладкое, вкусное и действительно без специфических запахов. В нем все витамины. Усваивается в организме на 90%, несмотря на высокую жирность. Молоко сразу отправляют в производство. Рядом с фермой открывается и сыроварня. Идут последние приготовления. Люблю свои занятия. И оно дает уже прекрасные плоды. Вот вы видите, здесь очень вкусный, ароматный сыр. Попробуйте, пожалуйста. Очень вкусный сыр. А это кролиководческое предприятие в Красногвардейском районе. Одно из самых успешных в республике. Директор Артем Гусев открыл его больше 10 лет назад. Рацион у пушистых отменный. Кушают они с аппетитом этот комбикорм, потому что он сделан с любовью. Здесь все витамины, минералы, сено. Как видите, уже в этих креслах нету сельников. Все уже входит в состав комбикорма. Основная порода – полтавское серебро. Ценный мех и диетическое мясо. Они получаются очень скороспелые и плодовитые. Мы на сегодняшний день имеем 100 самок рабочего стада. В неделю мы выращиваем порядка 150 килограмм мяса. Недавно в компанию к сереньким присоединились и беленькие породы хиколь. Одна самка за год приносит до 60 маленьких крольчат. Расширяется и территория. Мы сейчас находимся с вами в откорме. Это профнастильное помещение. Оно белого цвета, оно легко моется. Как видите, здесь порядок. Этому зданию уже два года, но как будто оно новое. Клеточное оборудование мы изготавливаем самостоятельно. Сами делаем все автоматическое паение и кормление. И система вентиляции автоматически регулируется. Панели охлаждения стоят. Не только ответственный фермер, но и отличный семьянин. В любимом деле Артему помогает супруга Ольга и двое маленьких детей. Впереди много планов. Рассчитывает на госпомощь. В 2019 году он зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство. И подал документы на грантовую поддержку. Считаем, что эта грантовая поддержка ему крайне необходима. Это и для расширения объема производства, и прежде всего для облегчения его труда. Республика делает серьезные ставки на аграриев. Многие предприятия уже вышли на новый уровень. Это отметил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по синине практически, по зерновым, и по фруктам вышли полностью на самообеспечение. Республика закрывает свои потребности в полном объеме. Ничего никогда не было при Украине. За пять лет на развитие сельского хозяйства выделили более 11 миллиардов рублей по федеральным и республиканским программам. Елена Байрамова, Антон Лукьяненко, Руслан Князев, Новости 24. Крым бьет рекорды. На данный момент количество туристов уже превысило рекордные показатели прошлого года на 11%. И стоит отметить, что едут к нам отдыхать не только с разных российских городов, но даже стран. Заполняемость отелей составляет 80%, а в некоторых городах даже 90%. Откуда приезжают в республику гости, давайте узнаем из следующего сюжета. Жаркое солнце, теплая вода и прекрасные пейзажи встречают гостей в курортной столице полуострова. Ежедневно сотни туристов приезжают в Ялту, чтобы прочувствовать крымский колорит. Наталья Белова тут отдыхает с трех лет. Из Санкт-Петербурга приезжает каждый год. Когда-то с родителями, теперь уже своим детям открывает красоту полуострова. Приморский парк понравился, изменения заметили, да. Обычно в Ялту, а так мы путешествуем, ну то есть на экскурсии ездим. Туристы выбирают южный берег за субтропический климат и насыщенность экскурсионных программ. Третий день в Ялте, нам замечательно. Вчера пешком в Ливадию, прокатились на катере, на волнах. В Феодосии нам понравился песчаный пляж. Здесь пока еще не поняли, где искупаться, но думаю, что найдем свое. Туризм играет важную роль в экономическом развитии полуострова. Бюджет Крыма с начала года получил от отрасли в виде налогов более одного миллиарда рублей. С начала года в Крыму отдохнуло свыше трех миллионов туристов. Они приезжают на полуостров из разных уголков не только России, но и мира. Ялта остается бессменным лидером, особенно в летний период. Еще один город, который чаще выбирают семьи с детьми – главная детская здравница Евпатория. С начала года тут отдохнуло больше 165 тысяч гостей. Из них 75 тысяч – малыши. Отдают предпочтение этой части полуострова за доступный отдых и мелководные чистые пляжи. Я очень люблю Евпаторию. За последнее время она очень хорошо преобразилась. Будем надеяться, что и дальше будет так. Уже который год мы приезжаем в Евпаторию. Город очень нравится. Конечно, мы северяне. И отдыхаем в дней 40. Мы сюда приезжаем каждый год уже, я не знаю, сколько лет. Супер. Все хорошо, чистенько, красно. Гости из соседней Украины добираются на автомобилях и автобусах. В Крым едут массово. Светлана Пельтяй с мужем Валерием на полуострове часто. Навещают детей и отдыхают на море. Понравилось очень. В САКах мы отдыхали. Мы были в Симферополе. Мы были у детей. В Новоселовке. Мы были в Балаклаве. В Балаклаве были. Единственное, что машин много. Не, ну вообще очень все понравилось. Очень. Море теплое, прекрасное, соленое. Встретили очень хорошо. Свыше 50% отдыхающих, по данным профильного министерства, приехали по Крымскому мосту. Побит рекорд. За сутки новые крымские ворота приняли 36 тысяч машин. Это еще раз подчеркивает важность инфраструктурного сооружения, важность развязывания этой логистической ситуации, которая была связана с автомобильным сообщением. Хорошая динамика, которая сохраняется в тех цифрах, которые мы прогнозировали. Продолжается строительство железнодорожной части моста, которая заработает в следующем году. 30% турпотока приходится на главную воздушную гавань полуострова. Крым встречает гостей теплом и яркими эмоциями. Туристов ждет множество точек притяжения и море впечатлений. Анастасия Кошель, Евгения Довжик, Лилия Веджат, Алексей Староженко, Дмитрий Лалетин, Рустам Файзулин. Новости 24. А я еще раз напомню, что сегодня наша импровизированная студия находится на крыше жилищного комплекса «Альфа». Это 16-этажное здание. И именно отсюда мы вещаем для вас и рассказываем о всех самых важных и интересных новостях. Одна из них – это, конечно же, погода. Вы видите, как по границе тучи ходят хмуро. Но это совершенно ничего не означает. Быть может, сегодняшний день станет самым счастливым. И мы вам этого искренне желаем. Ну а более подробно о сегодняшней погоде я предлагаю узнать из следующего сюжета. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну я думаю, что есть смысл озвучить погоду. Самое главное, что опасных метеорологических явлений не ожидается. В Симферополе сегодня до 15 метров в секунду ветер будет. Температура воздухом днем прогреется до 25 градусов, что довольно комфортно на самом деле. А вот в Севастополе днем временами дождь с грозой. Там будет дуть северный ветер со скоростью 12 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов со знаком «плюс». На южном берегу Крыма временами небольшой дождь и возможно даже гроза днем. Воздух прогреется до 24 градусов тепла и ветер будет юго-восточный 12 метров в секунду. В городе Герои Керчь там тоже переменная облачность и ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля. Ну и самое приятное, конечно же, озвучить температуру моря. Итак, в Феодосии, в Алуште, в Ялте и в районе горы Кородак 24 градуса тепла море. В Севастополе 23, в Евпатории 25, а в Азовском море 26 градусов. Ну, кстати, знаешь, неплохая погода, я бы сказала. И ожидается у нас скоро очень важный праздник, День флага России. Я думаю, что будет, может, нам повезет и будет даже немножко прохладно и при этом солнечно тепло. Я предлагаю озвучить те мероприятия, которые состоятся 22 августа, напомню, день государственного флага Российской Федерации. Итак, на площади Ленина в 10 утра стартует акция, флешмоб. Будет развернут огромный флаг Российской Федерации, который был передан нам, крымчанам и за рубежом, нашими, так сказать, земляками. Далее, будет патриотическая акция, будут раздаваться флажки и ленты. Но самое интересное, начнется в 10.15, будет грандиозный автопробег ДОСААФ России по Республике Крым. Ну и самое торжественное, я бы сказал, символичное событие, в 12 часов на горе Ай-Петри будет воздвигнут флаг Российской Федерации. Вот, все это будет 22 августа, поэтому присоединяйтесь и давайте все вместе отметим этот праздник. А вы также можете прислать свои фотографии о том, как вы провели этот день, к нам в ВКонтакте или в Инстаграм в группу «Утро нового дня». И мы, конечно же, сделаем сюжет и расскажем о ваших замечательных мероприятиях. Но я предлагаю коснуться сегодняшнего дня. Чем же сегодня себя занять? Давайте узнаем из афиши прямо сейчас. В Екатеринском саду Симферополя сегодня вечером пройдут любительские занятия по танцам. Присоединиться могут все желающие, вне зависимости от возраста. Партнеры здесь, как правило, друг с другом не знакомы. Приходят на танцплощадку в одиночку, выбирают себе пару и тренируются. Начало в 19.00. Центральная городская детская библиотека имени Гайдара приглашает юных читателей на мероприятие. Добро поощряй, а зло порицай. Детям расскажут о бездомных животных, приютах и о том, как важно любить и помогать нашим братьям меньшим. Событие приурочено к Дню защиты бездомных животных. Начало в 11.00. В кинотеатрах фильм для всей семьи «Дора и затерянный город». Детство девочки прошло в джунглях, которые следовали ее родители. Однако никакие приключения не помогут подготовиться к главным проблемам старшей школы – соперничеству и зависти. Вдобавок, внезапно пропадают родные героини. Сможет ли ребенок вновь обрести свою семью – смотрите на больших экранах. Комедия от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Сюжет основан на череде событий, произошедших в 1969 году. Известные актеры Рик Далтон вместе со своим дублером Клиффом Бутом пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Что из этого получится, можно увидеть на больших экранах. Боевик «Форсаж», Хоббс и Шоу. Чрезвычайная ситуация вынуждает работать в команде двух врагов. Люк Хоббс – элитный спецагент США, а вот Декарт Шоу – британский пижон и бывший сотрудник разведки. Смогут ли они побороть вражду, когда на кону стоят жизни родных? Долгожданный ремейк легендарного короля льва. Герои полюбившегося мультфильма ожили при помощи компьютерной графики. Картина в деталях повторяет историю львенка Симбы, которая была показана 25 лет назад и придется по вкусу как старшему, так и младшему поколению. Саша, ну вот я знаю, что ты человек спортивный и азартный. Мне интересно, увлекаешься ли ты картингом после работы? Ну, картингом – это в смысле в картах поиграть. Нет, это в смысле ездить на скоростных машинах по треку. Нет, я человек старой закалки, поэтому в карты я играю только… в карты играю. Ты все-таки только в карты играешь. Это не картинг. А вот что такое картинг, мы вам предлагаем узнать из нашего следующего материала. Шум мотора, развивающиеся волосы и учащенное сердцебиение – все это неотъемлемые атрибуты из жизни автолюбителей. Сегодня поучаствовать в гонках может каждый, как и в будни, так и после тяжелого рабочего дня. Карт – это простейший гоночный автомобиль без кузова. Для того, чтобы справиться с его управлением, достаточно всего лишь занять удобное положение и надеть шлем. У этой машины всего две педали – газ и тормоз, что значительно упрощает его управление. На картеодроме можно встретить не только мужчин, а и женщин, влюбленные парочки и даже семьи с детьми. Ограничений по возрасту нет. Для маленьких посетителей главное доставать до педалей. Одновременно на трассе могут ездить четыре автомобиля. Среднее время дорожной схватки – около десяти минут. Очень хорошо, когда ты ездишь за рулем, и на трассе ты можешь выплеснуть той негативной энергии, которая у тебя собирается на дороге, и более спокойно потом ездишь по дорогам общего пользования. Как будто мы на «Формуле-1». Одному неинтересно, а если толпой кататься, это очень даже интересно. Круто, поехали! Поехали! Средняя скорость прокатного карта – 200 км в час, что позволяет ощутить всю динамику автогонок. Картинги на сегодняшний день – это достаточно такая интересная и, наверное, единственная альтернатива для молодых людей, у которых горячая кровь, которые любят покататься, заняться автомобильным спортом. Картинги – это не только адреналин, а хобби, с помощью которого можно развить полезные рефлексы, научиться лучше контролировать автомобиль и собственную реакцию на скорости. Насколько опасен или безопасен вот такой вот вид спорта? Практически безопасен. Если соблюдать все правильные правила безопасности – шлем, правильная обувь, курточка, то ничего страшного не произойдет. Они не переворачиваются. На карте может прокатиться даже человек, который никогда не сидел за рулем легкового автомобиля. Эта гоночная машина даже не оснащена коробкой передач. Рабочая неделя подходит к концу, на море ехать не хочется, а книги порядком надоели. Значит, пришло время делать то, отчего ты не останешься равнодушным. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Саленька, ну ты знаешь, я вот не только в карты играю, еще и в компьютеры. Помню, когда был молодой, только появились компьютеры, первый так забавлялся в них. Но ты знаешь, Саша, а это ведь тоже вид спорта, который, кстати, претендует на звание или статус олимпийского. Я знаю, что у нас даже гость есть по этой теме, который наверняка расскажет, почему это все-таки спорт и как с этим сражаться. У нас сегодня в гостях... Можете представить себе, как драться на компьютерах? Я знаю, что это происходит по-тругому, но да, это речь идет о компьютерных играх, но так ли это нам расскажет сегодня Александр Александрович Малов, президент Федерации компьютерного спорта Республики Крым. Здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня у вас? Ну, наверное, с игр. Не совсем, не сегодня. Просто для игр с 7 утра это рановато, на мой взгляд. А во сколько у киберспортсменов начинается? У каждого по-разному. Главное понимать разницу между компьютерными играми и компьютерным спортом. А давайте вы нам разъясните тогда эту разницу. Компьютерный спорт, он как бы структурирует все поведение в компьютерных играх, и не так много дисциплин являются компьютерным спортом. Это там Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, World of Tanks, FIFA и Hearthstone. Это вы сейчас что называете? То, что относится к киберспорту или нет? Да, да, их меньше намного. Потому что остальных игр миллионы. Ну, я в некоторые играла, кстати. Значит, я тоже была киберспортсменом. Да, это было очень давно. Но скажите, пожалуйста, вы каждый день, наверное, уделяете все-таки этому время? Ну, да, есть и есть такое. Пару часов в день в Hearthstone играю. Ну, хорошо. Почему тогда вы не игроман, а вот именно киберспортсмен? Вообще, разница между игроманом и спортсменом. Игроман – это тот, по-моему, кто тратит деньги в казино и тому подобном. Киберспорт не требует каких-то финансовых вложений. А что же требует киберспорт? У вас довольно крепкие руки, судя по всему. Это вы в играх натренировали? Нет, это, естественно, физиология, по-моему. Киберспорт требует, как и любой спорт, как бы времени для тренировок каких-то, внимания, усидчивости, реакции в некоторых играх. Александр Александрович, вот я знаю, что сейчас киберспорт на полном серьезе предлагают как одну из дисциплин в школе. И как дисциплину в университете предлагали еще год назад. Да, в школе, да, и сейчас есть такой законопроект в Госдуме на рассмотрении. По-моему, хорошая идея. Александр Александрович, а как проходят у вас тренировки? Очень интересно. У любого спортсмена должна быть тренировка. Вы как-то тренируетесь специальным образом? Я не киберспортсмен, это я как хобби больше. Я организатор. Там два часа в день примерно можно с телефона даже. С телефона? Да, Хардстоун, это такая карточная игра по вселенной Варкрафта, логическая, соответственно. Но сейчас родители наоборот негодуют, что дети постоянно в телефонах, постоянно играют, да, вместо того, чтобы заниматься, не знаю, наукой, например. А вы считаете, что это правильно как раз-таки идти таким путем? Что дает киберспорт? Какие навыки? Ну, это как раз из-за отсутствия понимания разницы между компьютерным игром и компьютерным спортом, как сказал ранее. Потому что если брать в целом компьютерные игры, возможно, у них есть какое-то негативное влияние, и это, там, большинство из них пустая трата времени. А если брать киберспортивные дисциплины, они как раз и направлены на развитие, там, логического мышления, стратегического мышления, реакции. Ну, можно поставить на один уровень с математикой, с русским языком, с, не знаю, историей? Ну, вот с такими предметами, которые в школе изучаются. Ну, а шахматы или бокс можно поставить на один уровень с предметами в школе? Ну, шахматы я бы поставила, да. А значит, и киберспорт можно. Ну, вот все-таки, наверное, очень сложная тонкая грань между... Где начинается киберспорт, а где заканчивается вот такая хаотическая игра? Да. Как это определить? Ну, я думаю, в этом могут помочь как раз специалисты Федерации компьютерного спорта. Ну, хорошо, вы специалисты. То есть они стоят над каждым, например, да? И следят, чтобы они не пришли эту границу. Я думаю, надо проверять на практике. Ну, вот представьте себе, что я, например, вот заядлый игрок какую-нибудь там другую. И как мне понять, что я стал спортсменом или еще по-прежнему на уровне... Ну, это очень просто. Во-первых, надо ограничивать по времени там игры в день. А во-вторых, проверить, стали ли вы спортсменом или нет, помогут турниры. То есть есть турниры, состязания. Конечно. Расскажите про них, пожалуйста. Да, у нас с 16-го года каждый год проходит много турниров по каждой киберспортивной дисциплине. Кроме Лиги Легенд, конечно, потому что мы Крым и санкции. Вот, по Counter-Strike Global Offensive, там, Кубки Крыма каждый год. В 18-м году это было достаточно масштабное мероприятие. Финал проводился в Севастополе, в кинотеатре. И это была уже как киберспортивная сцена и хорошее начало для многих наших спортсменов. У нас крымская команда, регион 82, в феврале 18-го года еще выиграла проект Кибермост. Это проект на 28 регионов России, 2 региона Украины, 2 региона Казахстана. Тоже по Counter-Strike Global Offensive. Вот, и ребята еще хорошо себя показали по достаточно новой игре. PUBG Player Unknown Battleground в Германии заняли 8-е место на чемпионате Европы. И крымчане все-таки молодцы. Ну да. Большое вам спасибо, Александр Александрович. К сожалению, время беседы подходит к концу. Мы вас благодарим за рассказ. Напоминаем, что в гостях был Малов Александр Александрович, президент Федерации компьютерного спорта в Республике Крым. Спасибо. Спасибо. Ну, мне кажется, в тот момент, когда все-таки киберспорт станет дисциплиной в школе, это войдет в историю и станет какой-то особенной датой. Но о сегодняшней дате я предлагаю посмотреть и узнать прямо сейчас. 16 августа 1754 года освящен Спасо-Преображенский собор в Петербурге. Церковь возвели на месте съезжей избы. Так называлось главное административное здание Преображенского полка. Первый камень в основание храма положила императрица Елизавета Петровна, благодарной солдатам, которые поддержали ее вошедствие на российский престол. 16 августа 1812 года в ходе Отечественной войны состоялось Смоленское сражение. Оборонительная операция русской армии под командованием генерала Михаила Баркулая де Толе. После двухдневной битвы Смоленск был сдан армией Наполеона. В этот день, 146 лет назад, родился Иван Билибин, русский и советский художник-график, книжный иллюстратор. Творчество мастера отличает своеобразный и легкоузнаваемый почерк. Автор использовал черный контур для подчеркивания декоративности изображения. Для обрамления рисунков Билибин щедрый использует народные орнаментальные мотивы. Его работы стали популярными иллюстрациями русских народных сказок в школьных учебниках. Ровно 89 лет назад вышел первый в истории цветной звуковой мультипликационный фильм «Фидель Стикс». Мультик длится чуть больше шести минут и рассказывает о смешных моментах и забавных неприятностях, которые происходят в жизни главного героя – лягушонка Флиппа. Картина произвела революцию, положив начало так называемому диснеевскому стилю мультипликации. 16 августа 1956 года в СССР принято постановление о борошении и освоении целеных земель. Обширных пустующих территорий в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири и в Крыму. На их спешную обработку были брошены огромные ресурсы. И хотя первым результатом грандиозного проекта стало значительное увеличение производства зерна, впоследствии выяснилось, что поднятие целины было непродуманным решением. В этот день 59 лет назад офицер военно-воздушных сил США Джозеф Киттингер совершил прыжок с парашютом с высоты 32 километров. За 4,5 минуты до открытия основного парашюта он развел скорость 988 километров в час. Но из-за того, что летчик использовал небольшой стабилизирующий парашют, достижения как мировой рекорд не засчитали. 16 августа 1960 года основана Международная академия астронавтики. Общественная организация, объединяющая ведущих ученых и инженеров, работающих в области космических исследований. В настоящее время академия насчитывает полторы тысячи членов из 86 стран мира. Саля, хочешь свежую новость, горячую, как пирожок, буквально вытащенный из печи? Хочу, если она такая же вкусная. Ну, вкусная я не знаю, но фальшивая так точно. Приехали иностранцы в Симферополь из соседнего государства и стали сбывать искусственные фальшивые банкноты номиналом 1000 рублей. Да, эту новость я тоже видела. И дома даже у них нашли около 40 таких купюр. В общем, конечно же, они хотели обмануть доверчивых крымчан, но у них это не получилось. Крымчан так просто не проведешь. Это хорошо знает Артем Андроновский, который прямо сейчас находится на одной из улиц Симферополя и готов с нами поделиться своей новой информацией свежей. И, конечно же, интересный. Артем, доброе утро. Доброе утро. Там, где клён шумит, над речной водой. Всё-таки удивительная площадка Крым. Потому что погода здесь, ну, не то чтобы непредсказуемая, а ведёт себя, хочу сказать, студия, своенравно. Так что, доброе утро, уважаемые телезрители. Саша, Саля, вам хорошего эфира. Сейчас поговорим про то, что там творится с метеорологией на полуострове. Потому что с утра открываю я, значит, прогноз, последние сводки и, конечно же, дождь обещают. Ну, оно и, очевидно, небо затянуто. Но при всём при этом он должен был произойти, так сказать, случиться где-то к обеду. Но не успели мы доехать до места вот прямого включения, как уже начало капать. Но ничего, несмотря на это, на улице всё равно не холодно. Я бы сказал, свежо. Да и дождь ливнем назвать нельзя исключительно. Небольшие капельки попадают на плечи, возможно, на голову. Как видите, я даже без анта справляюсь. Итак, сегодня в Симферополе, ну, по крайней мере, прямо сейчас 24 градуса по Цельсию. К 3 часам дня должно стать немного теплее, всего лишь на 2 градуса. Но всё же получится 26. Обеда нет, ну, практически нет вообще, думаю, можно сказать. И самое интересное, что и дождя должно быть немного. По большей части облачность. Вот он сейчас покапает, пройдёт. Может быть, повторится к обеду. И будем надеяться, что, в принципе, нас отпустят. Потому что ещё август мы ещё наставим на том, чтобы было солнечно, тепло. Ну, и не забывайте, что сентябрь в Крыму тоже проходит вот в таком вот состоянии. Когда вроде как уже пора и тепло одеваться, уже пора менять шорты на джинсы. Возможно, что-то лёгкое на рубашку или подобное. Но при всём при этом ещё тепло. Хочется ехать на море и отдыхать. Но, в общем-то, сейчас рекомендую взять зону, всё-таки обуть что-нибудь непромокаемое. И наслаждаться пятничным днём. Потому что совсем скоро выходные, а значит, можно будет по-настоящему отдохнуть. Но не забывайте, что ваше настроение не должно зависеть от дня недели. А должно зависеть от того, с каким, скажем так, настроем и упорством вы сражаетесь с буднями. Поэтому желаю вам хорошего дня. Ну, а я с вами ещё увижусь и расскажу о чём-нибудь интересном. И покажу даже. Студия. Саря, представляешь, что-то Артём сейчас стоял где-то на улице в Симферополе. А ведь по этой улице могли ходить настоящие звёзды. Ходить своими звёздными ногами. И ходят. Но дело не у нас пока что, а в других крымских городах. Например, Олег Газманов. Те, кто не знает, сейчас он находится в Крыму со своим гастрольным туром. И, кстати, обратите внимание, сейчас у нас идёт дождь. А это всё почему? Потому что он ясные дни забрал себе. А, видимо, Хмурый всё-таки вернул судьбе и в том числе нам. Поэтому такая погода. Именно Симферополю. Потому что сегодня Олега Газманова нет в Симферополе. Но о том, какие у него планы на Крым, как проходит его гастрольный тур, я предлагаю посмотреть в моём сюжете. Потому что мне удалось поговорить лично с звездой. Главный ЕСОУ страны. Человек, который все ясные дни оставляет себе снова на крымской земле. Всё верно. Речь идёт об Олеге Газманове. И он снова даст свой концерт под названием «Жить так жить». Эта программа посвящена 50-летию музыкальной карьеры певца. И сегодня нам удастся с ним пообщаться. Поехали по схеме «Каменной дороги». Народный артист России 23 ноября этого года отметил полубековой юбилей своей творческой деятельности. Сейчас на счету звезды 19 альбомов и ещё больше хитов. Я думаю, у каждого человека есть своя любимая песня Олега Газманова. Давайте в этом сейчас убедимся. Здравствуйте. А скажите, какая у вас любимая песня Олега Газманова? Исаул. А можете её напеть немножко? Исаул, Исаул, та-на-та-та-та. Да, да, вот это. Очень люблю её. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Эти песни покорили сердца миллионов. Но сегодня знаменитость вспоминает, как непросто давались ему первые шаги в музыкальной карьере. Хоть он и пел на всех школьных концертах, свою жизнь всё-таки планировал связать с наукой. Но, как бывает часто, всё решила неразделённая любовь. Я влюбился, и у меня шансов не было, потому что у меня не было шансов вообще никаких. Мои соперники были и постарше, и покрепче, и поумнее, в общем-то. Но то, как я стал играть на гитаре, она стала обращать на меня внимание. В этом году певца принимают пять крымских городов. На концертах прозвучат как новые композиции, так и проверенные временем песни. Выступления состоятся даже несмотря на то, что музыкант прилетел с высокой температурой. Видимо, что-то так мы подустали, особенно я. Дело в том, что такой был сложный перелёт. Два года осталось до 70, там посмотрим. Но вообще мне это всё нравится, и нравится доставлять людям удовольствие. Даже не столько тяжёлая работа, конечно, наши все переезды. Вместе с Олегом Газмановым круглую дату отмечает и Валентин Лёзов. Бас-гитарист уже 30 лет аккомпанирует своему именитому коллеге. Он очень способный, и я считаю, и талантливый, конечно. И тексты писать, и песни – это очень тяжело. Это не каждому дано, это вот ему, видимо, Бог дал. Сегодня Олег Газманов даже не думает останавливаться. Несмотря на возраст, он продолжает исполнять на сцене свои коронные прыжки, разъезжать с гастролями и выпускать новые альбомы. Ведь как он сам поёт, нужно жить и не тужить. А значит, певец будет радовать нас ещё как минимум полвека. С Алиасалямова, Алим Велиев, «Утро нового дня». Ну вот начался дождь, я думаю, мы проследуем гостю, который нас заждался. Да, мы в полной боевой готовности уже встречать нашего гостя. Вернее, он нас встречает на нашей другой площадке, куда мы сейчас отправляемся. И там находится иерей Дионисий Волков, настоятель Святой Екатерининского храма города Симферополя, учредитель Крымского детского хосписа. Об этом мы как раз-таки и будем сегодня говорить. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, у вас почему-то здесь дождя нет, а у нас на той площадке был. Я спрячу зонт. Если что, у вас рядом тоже стоит зонтик, вы тоже воспользуетесь, если совсем в воздухе не благорастворяться. Да, но мы хотели узнать о вот Крымском детском хосписе. Дело в том, что, я понимаю, это только в планах намечается, да, его создать? Или он уже есть? Юридически он уже есть. Он называется Крымский детский хоспис. Организация была зарегистрирована как НКО, как некоммерческая организация, еще в марте этого года. И с мая 2019 года уже действует социально-психологическая выездная служба. То есть мы уже занимаемся теми семьями, у которых есть палиативные дети. То есть не излечимо больные. У тех, у кого исчерпан реабилитационный потенциал, которым уже, к сожалению, ничем нельзя помочь. Мы, со своей стороны, только можем улучшить качество их жизни и снять болевые синдромы. И поэтому вся деятельность детских хосписов направлена именно на улучшение качества жизни, семей, детей. И чтобы те дни, которые отвел им Господь, сколько им осталось на этой земле, чтобы эти дни были насыщены жизнью, чтобы они не были брошенными, чтобы они почувствовали руку помощи и поддержку как от простых граждан, так и от профессиональных и медицинских сотрудников, и психологов, социальных работников, и других профессионалов. А у нас много сейчас таких детей? Сейчас под нашей опекой находятся больше 17 детей. Но мы продолжаем мониторить, потому что не все семьи еще имеют статус паллиативного ребенка, эти не все дети имеют такой статус. И мы продолжаем выезжать по Крыму и смотреть, где такие еще дети есть, чтобы им помочь. Также у нас сейчас готовятся соглашения с республиканской детско-клинической больницей на улице Титово в Симферополе, благодаря которой, возможно, будут тоже помогать тем семьям, которые проходят через больницу, и брать их под свою опеку и продолжать им помогать. Скажите, с какими сложностями вы столкнулись, организовывая это благое дело? Сложность первая в том, что это первое учреждение такое в Крыму, которое появится. А на материке такие есть? На материке уже есть. И первый такой детский хоспис был открыт 15 лет назад тоже священником, протерием Александром Ткаченко. Вот уже 15 лет он работает успешно, и у нас есть с ними заключенный договор. И мы будем обмениваться нашими сотрудниками, будем отправлять их на стажировку в Санкт-Петербург и в Москву, для того, чтобы наши сотрудники тоже могли повышать свой профессиональный уровень. И также вот в мае месяце была завершена передача правительством Республики Крым, Крымскому детскому хоспису здания под Симферополем, который находится в селе Новосбургевка, это Симферопольский район, буквально 5 минут от Симферополя, где будет уже располагаться стационар детского хосписа. И сейчас ведутся предпроектные работы к тому, чтобы начать реконструкцию этого здания. На сколько рассчитан? Примерно будет рассчитан на 10-12 палат, потому что в том, отличие детского хосписа от обычных больниц, в том, что это не больница, там ничего не напоминает о больнице, это комфортное пребывание детей, которые не могут находиться дома, и которым нужна помощь в стационаре. Потому что и основной акцент делается на том, чтобы выездная служба социально-психологическая оказывала максимальную помощь на дому детям. Ну вот я знаю, что палеотивные больные, они в первую очередь нуждаются в медикаментозной помощи. А такое лекарство, наверное, которое им нужно, оно не выдаётся просто так. То есть это всё по-другому. В принципе, это наркотические препараты и сильнодействующие. Которые обезболивающие, да. Действительно, поэтому мы выстраиваем наше сотрудничество вместе с медицинскими учреждениями и бюджетными, профильными учреждениями, которые могут закрывать вопрос именно касаемо медицины. Потому что мы не имеем права предоставить такие препараты, так как мы не медицинские учреждения, а мы как раз говорим о взаимодействии государства и некоммерческих организаций. Потому что не всё, что может дать государство, ребёнку, семье, обеспечить качество их жизни, досуг их обеспечить. А как раз такое взаимодействие позволяет обеспечить полную комфортную жизнь и предоставить те средства, ту помощь, которая не может по каким-либо причинам предоставить государство. Святой Отец, скажите, пожалуйста, у нас, к сожалению, осталось буквально 30 секунд. Может ли какой-то, скажем так, простой человек вам помочь в этом? Конечно. Не обратитесь тогда к симферопольцам, крымчанам, которые вас сейчас смотрят. Хотелось бы обратиться ко всем жителям Крыма и гостям, и всем россиянам с просьбой о том, чтобы поддержать проект, чтобы мы смогли и построить его, и продолжать оказывать помощь тем детям, которые в этом нуждаются. У нас есть социальные сети, группы в социальных сетях, также называются «Крымский детский хоспис», есть сайт «Крамеенхоспис.ру» и телефон, по которому можно позвонить и проконсультироваться, как помочь или тем, кому нужна помощь. Ну вот я еще хотела узнать дату, когда откроет свои двери Крымский хоспис. Вот как вы думаете, например? Сейчас мы разрабатываем дорожную карту, чтобы уже точнее могли сказать о сроках строительства. Что ж, Господь вам в помощь в таком благом деле. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Я напомню, у нас сегодня в гостях Ирия Дионисий Волков, настоятель Свято-Екатерининского храма города Симферополя, учредитель Крымского детского хосписа. Мы двигаемся далее. Крым Онлайн. О чем говорит крымский сегмент интернета? Дорога в село Табачное. Мужчина неожиданно выехал на встречную полосу, а затем свернул на обочину. К счастью, столкновение удалось избежать, но ситуация неприятная. По словам комментаторов, объехать эти ямы невозможно. Длина опасного участка достигает 6 километров. Безбилетный пассажир и находчивый перевозчик. Очевидцы сняли на видео пса, который катался в кузове автомобиля, и выложили эти кадры в сеть. Мнения комментаторов разделились. Кого-то ситуация заставила улыбнуться, а некоторые негодуют и пишут о жестоком обращении с животным. Невозможно остаться равнодушным, когда люди, лишившиеся своего жилища, буквально погибают на улицах от голода. Так волонтеры описывают свои душевные порывы помочь всем и каждому. На этих кадрах социальная столовая на улице Киевской, в которой кормят бездомных. Обшарпанные стены и антисанитария. По словам добровольцев, их жалобы в администрацию города остались без ответа. Не лес, свалка, а люди-свиньи. Такое сообщение отправил в одну из крымских групп автор ролика. Он решил пожарить шашлыки в Сосновом Бару недалеко от улицы Залезской, но не нашел ни одной чистой поляны. На пост отреагировали бурно. Людей возмутил не только мусор, но и безрассудство автора, решившего разжечь костер в пожароопасный период. Двух резвящихся друзей заметили отдыхающие в песчаном. Дельфины в погоне за рыбкой выплыли на мель и продолжили игру практически на берегу. Зрелище потрясающее. Так хотелось бы поплавать вместе с ними, пишут комментаторы. Саша, ну вот хочется сказать, что у нас приближается еще одна важная дата. Не только 22 августа мы будем отмечать, напомню, день флага Российской Федерации, а еще важная дата, которая будет 8 сентября. Это день выборов. И вот стоит отметить, что уже сейчас вовсю к ним идет подготовка. И председатель Совета Министров Республики Крым Дмитрий Полонский, он провел первое заседание межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям по подготовке к выборам. Но он заявил, что все регионы отчитались от подготовки, что все готовы к ней. И в принципе они обязательно состоятся. И что на 300 избирательных участках будут вестись видеорегистрация. Ну то есть в общем все будет соответствовать нормам законодательства. Одним словом, все проходит слаженно и оперативно. Собственно говоря, иного ждать и не приходилось, потому что наша команда, команда людей, которые занимаются выборами, соответственно, работают по протоколам и нарушений никаких не допустят. Да, вот я еще хотела бы по этой теме добавить, что сейчас ходят по улицам те, кто, как это сказать, они проверяют, они проверяют вот количество домов, да, они составляют карты для того, чтобы выяснить количество списков участников. То есть сейчас вот такая ведется подготовка, именно информационная. Поэтому они составляют такие планы. Все это делается для того, чтобы знать, какое количество людей будет потом принимать участие в выборах. Вот я надеюсь, я понятна. Ты будешь принимать участие в выборах? Ну конечно, мне кажется, это осознанный долг каждого гражданина нашей страны. Я тоже. Потому что мы таким образом решаем свое будущее. Мы выбираем свое будущее своими руками. Ну я знаю, что немножко умею предсказывать будущее. Да ты что? Да, чуть-чуть, со всякой малости. Хочу предсказать, что прямо сейчас Артем Андроновский готов подключиться к нам и рассказать какую-то очень важную новость. Какую пока не могу сказать, давайте спросим у него. Артем, доброе утро. От тяжелой работы, коллеги, устает даже техника. Ну а если бежуток, то проходим со мной. Я вам кое-что покажу. Вот такой охранник трафика. Можно сказать, что светофор, как видите, немножко наклоненный, появился на улице Гагарина. Но если говорить серьезно, то это, конечно же, последствия серьезной аварии. И серьезное напоминание всем автомобилистам, всем водителям, да уж что уж там и пешеходам Симферополя, о том, что трафик в нашем городе непростой. Поэтому придерживаться правил дорожной безопасности и не нарушать правила движения на путях крайне необходимо. Ну, что уж сказать, это прямая обязанность каждого из нас. Потому что, как вы понимаете, в аварии чаще всего виноваты оба. Ну а даже если виноват один, то соблюдая правила, гораздо проще от этой аварии, собственно говоря, уйти, ее избежать. Теперь коротко о том, что происходит с трафиком. Вот, кстати, на моем фоне надеемся, что его совсем скоро выровняют, потому что долго так стоять нельзя, в любом моменте он может накрениться еще больше и упасть. По поводу трафика. Буквально за полчаса явление набрало обороты, потому что сейчас уже на светофорах образуются небольшие пробки. И как вы слышите, шумят автомобили. Но что еще будет? Об этом включусь немножко попозже и расскажу подробнее. Ну а пока передаю слово обратно вам, студия. Саш, ну вот такой вот забавный случай я прочитала в интернете о том, что ревнивый муж выставил интимные фото своей жены. Хотя, знаешь, это даже не забавный случай. Это все-таки, наверное, как-то вот неприятно такое устройство. Конечно, неприятно. Мне кажется, все, что происходит между двумя людьми, должно остаться только между ними и не выйти за пределы этой гранции. Особенно когда это супруги, когда это муж и жена, которые давали клятву верности, давали клятву всегда поддерживать друг друга, быть вместе, любить, не знаю, да? И вот такое сделать. Ну я знаю, что этот случай, конечно, громкий очень, и о нем многие говорят. Но как раз-таки в верности и вопрос. Муж очень сильно сомневался, верна ли ему его супруга. И поэтому так и поступил. Действительно. Он, более того, поступил совсем уж печально. Он вскрыл все социальные сети. И, в общем, всю переписку от ее имени. Он установил такую программу, которая могла отслеживать всю ее переписку. То есть он мог знать, что ей пишут, что у нее происходит, как она ведет свою личную жизнь, когда вот в ее границах нет мужа. И отслеживал это с февраля по май прошлого года. В итоге он даже поменял пароли. И потом, найдя какие-то фотографии ее, он решил это выставить на всеобщее обозрение. Наверняка сам же он их и сделал, эти фотографии. Да. В общем-то, очень подлый поступок. И мы надеемся, что крымчане не будут выбирать пример. Абсолютно уверен в этом. Саль, ладно, давай вот этой темой, которая такая хмурая, даже хмурее, чем эта погода сегодняшняя, давай поговорим о чем-то более веселом. Ты была давно на балу? Никогда не была на балу, к сожалению. Но в наше время разве можно попасть на бал? Я думаю, что да. Я бывал, например, признаюсь, честно, даже выступал на нем. Расскажи, ты даже танцевал или что ты делал? Я танцевать не умею, но я бы с большим удовольствием танцевал здесь, на крыше жилого комплекса «Альфа», с которого мы, собственно говоря, и вещаем. Ну а о балле я предлагаю поговорить совсем скоро, прямо сейчас. Да, а вернее не поговорить, а посмотреть наш следующий сюжет о том, где и как проходит у нас очередной бал. Вальс, полонез и стук каблучков по паркету. Совсем скоро в Феодосии, в доме Ивана Айвазовского, снова зазвучит оркестр. Ежегодный бал в рамках благотворительной акции «Белый цветок» пройдет 29 сентября. Но наряды девушки подбирают уже сейчас. В этом году, чтобы получить приглашение на бал, школьники писали сочинения про Петра Губонина. Ученица 9 класса Ева Мария Баронина к конкурсу подошла со всей ответственностью. Почти целую неделю изучала биографию знаменитого мецената. Он сделал очень много для других людей, но при этом себя сдерживал в каких-то фрагментах, в каких-то моментах. Он делал все для того, чтобы другим было комфортно. И при этом очень грамотно распоряжался своими средствами. Больше 16 тысяч сочинений, из которых выбрали 40. В этот раз участвуют не только крымчане. Среди дебютантов бала несколько человек из Брянска. Это не просто эссе. Каждый год разная тема. Было про Святого Луку, про Айвазовского, в этом году про Губонина. Дети 14 лет, они не знали именно, что эти люди были меценатами Крыма и что они сделали для Крыма. О победе школьники узнали во время последнего звонка. Торжественно на линейке им вручили конверты с заветными приглашениями. Почувствовать себя сказочной принцессой и станцевать на балу, наверное, мечтает каждая из девочек. Особое волнение вызывает даже не само торжество, а подготовка. Учесть нужно все детали от цвета и фасона платьев до традиционных аксессуаров. Перчатки, украшения для волос и, конечно же, туфли. Самостоятельно превратиться из золушки в королеву бала нелегко. Подготовиться к торжеству девушкам помогают феи красоты. Наша задача – это сделать прически, которые будут в стиле конца 19 века, чтобы они все были примерно в одном образе, не выделялись особо друг от друга. На подготовку 4 месяца. Дома по видеоурокам с хореографом девушки разучивают бальные танцы и правила этикета. А вот о том, кто станет их кавалером, дебютантки пока не знают. Организаторы до последнего дня планируют держать интригу. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Еще раз доброе утро. Но стоит отметить, что оно сегодня немного серое, а мы предлагаем его разукрасить красками нашего эфира. Я надеюсь, что это у нас получится. Для этого подготовили для вас только самые интересные, актуальные и, главное, важные новости. Напомню, что вещаем мы сегодня с крышем многоэтажного дома. 16-й этаж на минуточку, жилой комплекс «Альфа». Именно здесь находится наша такая импровизированная студия. И хотя сегодня небольшой дождик, нам это нисколько не портит настроение, потому что вокруг нас масса интересных и добрых новостей. И одна из них, пожалуй, заслуживает особого внимания. Журналисты керченского филиала «Крым-24» стали свидетелями уникальных раскопок. Да, они в День археолога 15 августа узнали о том, что экспедиция обнаружила погребение младенца. И чем еще удивил текущий полевой сезон, узнаем у следующего сюжета. Вот плитовое погребение открыли. Зафотографируйте его хорошо, да? Необычное место погребения младенца сложено не из плита, а сооружено в цельном куске породы известняка. Его нашли под слоем, который относит к римскому времени. Участок раскопок датируется VI веком до нашей эры. Его начали изучать лишь недавно. Здесь найдены погребения младенцев в амфорах. Что это значит? Это абсолютно греческая традиция. И здесь жили семьи. Античный мир Мики просуществовал около 800 лет, вплоть до IV века нашей эры. Здесь жили варвары и эллины, позже римляне. Поселение было своего рода портовым пригородом Пантикопея. Это один из трех раскопов, на которых в этом году сосредоточены работы Мирмекийской экспедиции. Это большая усадьба римского времени. Археологи предполагают, что здесь могли проживать представители знати, приближенные к верхушке Боспора. Здесь есть хозяйственные помещения, комнаты. В общей сложности тут могли жить несколько десятков человек. Богатую усадьбу населяли также слуги, рабы, охранявшие хозяев, воины. Это своего рода замок с полностью автономным хозяйством. В этом сезоне археологи нашли остатки печи, в которой готовили хлеб. Но одна из наиболее интригующих загадок – комната с пифосами, большими сосудами для воды. Вот сюда проходил водосток, и, возможно, они собирали здесь прямо текущую со двора воду в пифосы. То есть это, как бы сказать, было маленькое водохранилище. А лишнее, возможно, выводили туда, потому что вот там дальше идет водосток, уходящий в том направлении. В общей сложности в раскопках участвуют около ста человек. Анастасия Мурадбакиева тут второй раз. С воодушевлением рассказывает о последних находках. Это ткацкое грузило. Вот видите, такое треугольное приспособление с отверстием. Оно использовалось для утяжеления нитей для ткацкого станка. А грузило само по себе довольно редкая находка, что в целом свидетельствует о развитии ткачества. Обломки стеклянных чаш, знаки боспорских царей, многочисленные монеты. Все это поступает к реставраторам, которые восстанавливают облик древних артефактов. Среди находок рельефные светильники, терракотовая статуэтка Сатира со множеством деталей. А совсем недавно исследователям повезло, они обнаружили практически неповрежденную флягу. После расчистки обнаружил, что она была раскрашена. Вот тут видны следы краски. Археологи продолжают изучение усадьбы, часть которой остается под землей. Чтобы восстановить облик строения полностью понадобится еще 10-15 лет. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Овцы и кролики молоко и мясо более 11 миллиардов рублей выделили на развитие сельскохозяйственной отрасли в республике. За последние пять лет. Нужно сказать, что благодаря грантовой поддержке десятки крымчан смогли открыть успешные птицефабрики, животноводческие фермы и аграрные комплексы. О предприятиях, которые заслуживают поддержки государства, расскажет Елена Байрамова. Такому ягненку всего лишь месяц. Через полгода он вырастет вот до таких размеров. Денис Ваньжась детства хотел стать фермером и разводить овец. Считает, в Крыму это направление перспективно. Год назад мечту удалось воплотить. Скоро здесь запустят автоматизированный доильный цех. Вот овцы зашли, я нажимаю кнопку, подается корм. Они кушают пока спокойно, я их даю. Мы хотим развиваться, поэтому мы стараемся податься на гранты, которые поддерживают начинающих фермеров. Это предприятие в Белогорском районе он поднял с нуля. Справляться с хозяйством помогают специалисты. Гасан Гаджиев шутит, что родился среди овец. Знает толк в лучших породах. Порода лакон, молочная порода, приведенная из Австрии. Чистящая порода. Мы за это время здесь, в Крыму, очень хороший климат, очень хорошие для них условия. Хоть они австрийцы. Увеличили в два раза поголовье. И это только за год. Поголовье увеличивается, растет и продуктивность. За день такая овца, если она питается сухими кормами, дает до двух с половиной литров молока. Но если сочными, может дать даже шесть литров продукта. Давайте попробуем, какое оно на вкус. Овечье молоко. Оно очень сладкое, вкусное. И действительно, без специфических запахов. В нем все витамины. Усваивается в организме на 90%, несмотря на высокую жирность. Молоко сразу отправляют в производство. Рядом с фермой открывается и сыроварня. Идут последние приготовления. Люблю свои занятия. И оно дает уже прекрасные плоды. Вот вы видите, здесь очень вкусный, ароматный сыр. Попробуйте, пожалуйста. Очень вкусный сыр. А это кролиководческое предприятие в Красногвардейском районе. Одно из самых успешных в республике. Директор Артем Гусев открыл его больше десяти лет назад. Рацион у пушистых отменный. Кушают они с аппетитом этот комбикорм. Потому что он сделан с любовью. Здесь все витамины, минералы, сено. Как видите, уже в этих креслах нет усемников. Все уже входит в состав комбикорма. Основная порода – полтавское серебро. Ценный мех и диетическое мясо. Они получаются очень скороспелые и плодовитые. Мы на сегодняшний день имеем 100 самок рабочего стада. В неделю мы выращиваем порядка 150 килограмм мяса. Недавно в компанию к сереньким присоединились и беленькие породы хиколь. Одна самка за год приносит до 60 маленьких крольчат. Расширяется и территория. Мы сейчас находимся с вами в откорме. Это профнастильное помещение. Оно белого цвета, оно легко моется. Как видите, здесь порядок. Этому зданию уже два года. Но как будто оно новое. Клеточное оборудование мы изготавливаем самостоятельно. Сами делаем все автоматическое паение и кормление. И система вентиляции автоматически регулируется. Панели охлаждения стоят. Не только ответственный фермер, но и отличный семьянин. В любимом деле Артему помогает супруга Ольга и двое маленьких детей. Впереди много планов. Рассчитывает на госпомощь. В 2019 году он зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство. И подал документы на грантовую поддержку. Считаем, что эта грантовая поддержка ему крайне необходима. Это и для расширения объема производства, и прежде всего для облегчения его труда. Республика делает серьезные ставки на аграриев. Многие предприятия уже вышли на новый уровень. Это отметил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение. Республика закрывает свои потребности в полном объеме. Ничего никогда не было при Украине. За пять лет на развитие сельского хозяйства выделили более 11 миллиардов рублей по федеральным и республиканским программам. Елена Байрамова, Антон Лукьяненко, Руслан Князев, Новости 24. Крым бьет рекорды. Если прошлый год был рекордным, то в этом году полуостров посетило уже на 11% туристов больше. И приезжают они не только с российских городов, а даже с других стран. И сейчас заполняемость местных отелей более 80%, а в отдельных городах даже 90%. Анастасия Кошили решила выяснить, почему туристы приезжают в Крым и выбирают именно нашу республику. Жаркое солнце, теплая вода и прекрасные пейзажи встречают гостей в курортной столице полуострова. Ежедневно сотни туристов приезжают в Ялту, чтобы прочувствовать крымский колорит. Наталья Белова тут отдыхает с трех лет. Из Санкт-Петербурга приезжает каждый год. Когда-то с родителями, теперь уже своим детям открывает красоту полуострова. Приморский парк понравился. Изменения заметили, да. Обычно в Ялту, а так путешествуем, на экскурсии ездим. Туристы выбирают южный берег за субтропический климат и насыщенность экскурсионных программ. Третий день в Ялте. Нам замечательно. Вчера пешком в Ливадию. Прокатились на катере, на волнах. В Феодосии нам понравился песчаный пляж. Здесь пока еще не поняли, где искупаться, но думаю, что найдем свое. Туризм играет важную роль в экономическом развитии полуострова. Бюджет Крыма с начала года получил от отрасли в виде налогов более 1 миллиарда рублей. С начала года в Крыму отдохнуло свыше 3 миллионов туристов. Они приезжают на полуостров из разных уголков не только России, но и мира. Ялта остается бессменным лидером, особенно в летний период. Еще один город, который чаще выбирают семьи с детьми – главная детская здравница Евпатория. С начала года тут отдохнуло больше 165 тысяч гостей. Из них 75 тысяч – малыши. Отдают предпочтение этой части полуострова за доступный отдых и мелководные чистые пляжи. Я очень люблю Евпаторию. За последнее время она очень хорошо преобразилась. Будем надеяться, что и дальше будет так. Уже который год мы приезжаем в Евпаторию. Город очень нравится. Конечно, мы северяне. И отдыхаем в дней 40. Мы сюда приезжаем каждый год уже, я не знаю, сколько лет. Супер. Все хорошо, чистенько, красно. Гости из соседней Украины добираются на автомобилях и автобусах. В Крым едут массово. Светлана Пельтяй с мужем Валерием на полуострове часто. Навещают детей и отдыхают на море. Понравилось очень. В САКах мы отдыхали. Мы были в Симферополе. Мы были у детей. В Новоселовке. Мы были в Балаклаве. В Балаклаве были. Единственное, что машин много. Нет, ну вообще очень все понравилось. Море теплое, прекрасное, соленое. Встретили очень хорошо. Свыше 50% отдыхающих, по данным профильного министерства, приехали по Крымскому мосту. Побит рекорд. За сутки новые крымские ворота приняли 36 тысяч машин. Это еще раз подчеркивает важность инфраструктурного сооружения, важность развязывания этой логистической ситуации, которая была связана с автомобильным сообщением. Хорошая динамика, которая сохраняется в тех цифрах, которые мы прогнозировали. Продолжается строительство железнодорожной части моста, которая заработает в следующем году. 30% турпотока приходится на главную воздушную гавань полуострова. Крым встречает гостей теплом и яркими эмоциями. Туристов ждет множество точек притяжения и море впечатлений. Анастасия Кошель, Евгения Довжик, Лилия Веджат, Алексей Староженко, Дмитрий Лалетин, Рустам Файзулин. Новости 24. Саль, мы как раз в перерыве между нашими выходами обсуждали лирикальные темы. А ты знаешь, как в православии начинается любая служба? За что молятся православные? Молятся они за благо растворения воздухов, что означает за хорошую погоду. Интересно, наверное, сегодня они тоже начинали свой день именно так. И знаешь, стоит отметить, погода действительно хорошая. Улучшилась, я бы сказала. Потому что не жарко, не холодно, покрапывает дождик. Но все равно приятные природе это полезно. И поэтому мы вам рекомендуем, прежде чем отправляться на работу, посмотрите нашу следующую рубрику или послушайте нас. Действительно, сегодня дождь будет. Ну, а более подробно об этом, как я уже сказала, в следующем материале. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дело все в том, что одна из центральных улиц города, улица Александра Невского, закрывается на очень долгоожидаемый ремонт. Его ждала вся страна. Это будет 17 августа. Ровно с полуночи проезд там закроют. Поэтому призываем всех, кто будет в этот день куда-то отправляться на работу, может быть, просто куда-то в путешествие, обязательно планируйте схему движения, потому что по центру вы проехать именно там не сможете. Для вашего внимания прямо сейчас специальная схема, которую подготовили наши специалисты. Давайте посмотрим, как же изменится движение транспорта. Итак, начиная с 17 августа в направлении железнодорожного вокзала по проспекту Кирова, по улице Менделеева и Суворовскому спуску, в объезд перекрытого участка пройдут следующие маршруты. 25-й, 49-й, 57-й, 60-й, 62-й, 81-й, 89-й, 91-й, 94-й, 98-й и 99-й. Но вообще уже разработана схема объезда, и согласно карте движения она будет осуществляться по улице Менделеева. Более подробно вы можете посмотреть из нашего ролика, а также вы можете зайти в информационные агентства Крымские, в том числе и на страницу администрации Симферополя. Там уже выложены все эти схемы. Вы можете более подробно ознакомиться о том, как будет ходить общественный транспорт, как будут ходить маршрутки, в том числе и троллейбусы. Они тоже изменят свое движение. И в частности троллейбусы номер 5, 6, 9 и 11. 11 отменят на время проведения ремонтных работ вовсе. Ну а с другой стороны, наверное, пока еще сухо, пока еще относительно сухо, конечно. Пока еще погода благословляет, можно и пешком пройтись. Тем более, если это будет суббота, я думаю, что многим не надо будет идти на работу, поэтому будет самый повод прогуляться. Саль, ты знаешь, я вот хочу сказать, что слово картинг, оказывается, как мы выяснили, из первого часа, в общем-то, совершенно не связан ни с тройкой, ни с семеркой, ни даже с картой по имени Туз. Действительно, это вид спорта, и достаточно такой, который вызывает много адреналина. Поэтому мы предлагаем посмотреть об азартном виде спорта, о том, кто им увлекается, к кому он подходит. Но более подробно из нашего сюжета вы узнаете. Шум мотора, развивающиеся волосы и учащенное сердцебиение – все это неотъемлемые атрибуты из жизни автолюбителей. Сегодня поучаствовать в гонках может каждый, как и в будни, так и после тяжелого рабочего дня. Карт – это простейший гоночный автомобиль без кузова. Для того, чтобы справиться с его управлением, достаточно всего лишь занять удобное положение и надеть шлем. У этой машины всего две педали – газ и тормоз, что значительно упрощает его управление. На карто-дроме можно встретить не только мужчин, а и женщин, влюбленные парочки и даже семьи с детьми. Ограничений по возрасту нет. Для маленьких посетителей главное доставать до педалей. Одновременно на трассе могут ездить четыре автомобиля. Среднее время дорожной схватки – около десяти минут. Очень хорошо, когда ты ездишь за рулем, и на трассе ты можешь выплеснуть ту негативную энергию, которая у тебя собирается на дороге, и более спокойно потом ездишь по дорогам общего пользования. Как будто мы на Формуле-1. Одному неинтересно, а если толпой кататься, это очень даже интересно. Круто, поехали! Поехали! Средняя скорость прокатного карта – 200 км в час. Что позволяет ощутить всю динамику автогонок. Картинги на сегодняшний день – это достаточно такая интересная и, наверное, единственная альтернатива для молодых людей, у которых горячая кровь, которые любят покататься, заняться автомобильным спортом. Картинги – это не только адреналин, а хобби, с помощью которого можно развить полезные рефлексы, научиться лучше контролировать автомобиль и собственную реакцию на скорости. Насколько опасен или безопасен вот такой вот вид спорта? Практически безопасен. Если соблюдать все правильные правила безопасности – шлем, правильная обувь, курточка, то ничего страшного не произойдет. Они не переворачиваются. На карте может прокатиться даже человек, который никогда не сидел за рулем легкового автомобиля. Эта гоночная машина даже не оснащена коробкой передач. Рабочая неделя подходит к концу, на море ехать не хочется, а книги порядком надоели. Значит, пришло время делать то, отчего ты не останешься равнодушным. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Саль, ну ты знаешь, какое главное событие вчерашнего дня? Конечно, знаю. Я думаю, абсолютно все следили за новостями, за новостной лентой и увидели о том, что вчера просто произошло чудо спасения, когда самолет, вылетевший из Москвы, из аэропорта Жуковский, приземлился. Да, который летел к нам в Симферополь, он приземлился в кукурузном поле. Благополучно. Благополучно, благодаря слаженному действию пилотов, а также, конечно же, их профессионализм. Знаешь, несмотря на то, что все хорошо закончилось, многие люди наверняка испытывают фобию высоких помещений и теперь боятся летать. Вот я знаю, что треть тех, кто находился в самолете, то есть пассажиров, они потом отказались куда-либо лететь. То есть у них, скорее всего, эта фобия, и им потребуется помощь психолога. И вот у нас, кстати, в гостях Татьяна Валерьевна Трембач, практический психолог, перинатальный психолог. Я думаю, что как раз-таки тему фобии мы сегодня и затронем, особенно аэрофобия. Она многих касается, многие боятся летать. Татьяна Валерьевна, что вообще такое фобия? Ну, фобия – это такой неконтролируемый иррациональный страх или излишняя тревожность, которая возникает в определенных ситуациях. То есть эти ситуации могут быть связаны с разными моментами. Это может быть ситуация, страхи окружающей среды. Например, когда мы боимся молний, воды, высоты, грома, ну или каких-то других животных. Страхи, когда это зоофобия, которая связана с животными. Люди часто боятся пауков, змеи. Это самый распространенный страх. И фобии, которые связаны с определенными ситуациями. Это замкнутое пространство, наоборот, пространство без границ. Или же социофобия, которые связаны с ситуациями в отношениях людей. Когда много людей или, наоборот, когда мало людей, люди боятся этого. Ну, а вот давайте поговорим об аэрофобии. Я думаю, что многие люди, на самом деле, не уделяют этому внимания. Они действительно боятся летать, но никуда не денешься. Они вынуждены это делать и не обращаются к психологу. А это надо лечить или нет? Заболевание вообще? Нет, аэрофобия – это не заболевание. То есть это нормальное состояние, да? Да, аэрофобии, они делятся тоже на две части. Есть фобии, которые связаны непосредственно с расстройствами личности. Расстройство личности или же при каких-то заболеваниях или соматического характера, или психического характера – это такой сложный вид. И есть фобии, которые возникают в результате какого-то шокирующего события, в котором человек непосредственно участвовал, или же он слышал об этом событии. Шок – это всегда неожиданно, шок – это ярко. И человек, он в состоянии шока, он как бы выходит немножко из себя, и когда возвращается, ему нужно как-то отреагировать и принять решение. То, что касается, например, полетов, да, вот что-то мы узнали, или мы находились непосредственными были участниками этого события, и нам надо принять решение. Человек принимает решение – всё, не буду летать, да, я боюсь. Он ещё не знает конкретно, чего он боится, но я боюсь. И с этими фобиями, с ними нужно и можно делать как и самостоятельно, так и при помощи, обращаясь к специалистами, они очень хорошо корректируются, когда это в начальной стадии. А вот как, например, самостоятельно всё-таки можно помочь самому себе? Во-первых, нужно понять, что это не иррационально, да, что это страх. Во-первых, страх сам по себе, он – это положительный такой, положительный момент, потому что он говорит о том, что у человека включается инстинкт самосохранения, я боюсь, что со мной что-то может случиться. То есть это хорошо, когда человек боится за своё здоровье. Инстинкт самосохранения – это самый мощный инстинкт, который присутствует у человека. И когда человек начинает, ну вот, возникает у него какой-то страх, он думает о том, что да, я не буду летать, да, я избегу этой ситуации и, соответственно, я не буду находиться в опасности. Первое, что нужно, нам нужно осознать, что эта проблема есть, она рациональна и она мешает нам, да, потому что это занимает, мы можем, конечно, пересесть на поезд, но это будет гораздо дольше, да, и может быть менее комфортно. Мы можем пересесть там на автомобиль, это тоже вызовет там какие-то определённые затруднения. То есть самолётом летать удобнее, удобнее, особенно когда это связано с профессиям, когда это связано с отдыхом. Гораздо приятнее провести несколько дней лишних, да, на море или же в каких-то там экскурсиях и путешествиях, чем ехать в душном поезде. Ну вот те пассажиры, которые были в самолёте, да, в вчерашней ситуации оказались, они явно теперь имеют эту фобию, то есть они были в шоковом состоянии. Как думаете, как долго они вообще пробудут в этом состоянии? То есть как скоро оно у них пройдёт само по себе, вот если у них фобии не было? То есть любая фобия, человек её начинает примерять на себя, да, что будет, а что бы было со мной, или же, а вдруг что-то возникнет с моими родственниками или с родными, поэтому он боится этого. То есть прежде всего, то, что я говорила, нужно осознать этот страх и начать действовать. Как долго пройдёт это время, да, осознание. Это у каждого человека по-разному. То есть если это просто, потому что фобии, они могут ещё иметь под себя какие-то там подпричины. То есть что-то была, какая-то тревожность, какая-то ситуация, кто находится в каком физическом состоянии. И может быть это вот как бы такая последняя капелька, раз, и вот она вылилась в страх полёта. У кого-то это может пройти, ну как бы сразу, у кого-то это затянется на какое-то время. То есть как человек будет, в каком состоянии будет находиться, будет ли он с кем-то делиться, будет ли он принимать какие-то меры. То есть прежде всего нам нужно понять, что мы с этим что-то можем сделать. И из иррационального, то есть нам нужно перепрограммироваться, из иррационального действовать в сторону рационального. То есть понять, что это неудобно, что нам это там некомфортно, что для нас нам нужно летать. Ну да, вы это уже говорили, просто это не так просто, мне кажется, взять себя, перепрограммировать. по самому себе человеку. Нужно начинать постепенно. Прошу прощения, Татьяна Валерьевна, осталось буквально у нас 30 секунд. Я прошу вас дать три каких-то таких очень лицельных совета, как все-таки побороть свои страхи прямо сейчас с Симферопольцем и крымчаном. Значит, обратить внимание, известный факт, обратить внимание на статистику. То, что самолетами летать безопаснее. Это иллюзия, да, то, что поезд едет по земле, не отрывается, и дорогу мы можем контролировать, мы не можем ничего контролировать. В самолете безопаснее. Есть моменты, то есть можно брать с собой какие-то во время полета, делать для себя отвлекающие какие-то занятия, читать, там, смотреть просмотры каких-то видеороликов или аудиороликов, не употреблять алкоголь, да, для снятия страха какого-то, потому что алкоголь, он наоборот, действует возбуждающий и более подходит даже фито-чаи. И не поддаваться паническим новостям, прежде всего. Большое вам спасибо. Напоминаем, в гостях нашей студии примбач Татьяна Валерьевна, практический психолог, перинатальный психолог. Большое вам спасибо за ваши добрые советы. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Сейчас предлагаем посмотреть хронограф, потом какие интересные и важные события были сделаны или открыты в этот день. 16 августа 1754 года освящен Спасо-Преображенский собор в Петербурге. Церковь возвели на месте съезжей избы, так называлось главное административное здание Преображенского полка. Первый камень в основание храма положила императрица Елизавета Петровна, благодарной солдатам, которые поддержали ее вошедствие на российский престол. 16 августа 1812 года в ходе Отечественной войны состоялось Смоленское сражение. Оборонительная операция русской армии под командованием генерала Михаила Баркулая де Толе. После двухдневной битвы Смоленск был сдан армией Наполеона. В этот день 146 лет назад родился Иван Билибин, русский и советский художник-график, книжный иллюстратор. Творчество мастера отличает своеобразный и легкоузнаваемый почерк. Автор использовал черный контур для подчеркивания декоративности изображения. Для обрамления рисунков Билибин щедро использует народные орнаментальные мотивы. Его работы стали популярными иллюстрациями русских народных сказок в школьных учебниках. Ровно 89 лет назад вышел первый в истории цветной звуковой мультипликационный фильм «Фидель Стикс». Мультик длится чуть больше шести минут и рассказывает о смешных моментах и забавных неприятностях, которые происходят в жизни главного героя – лягушонка Флиппа. Картина произвела революцию, положив начало так называемому диснеевскому стилю мультипликации. 16 августа 1956 года в СССР принято постановление об орошении и освоении целеных земель. Обширных пустующих территорий в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири и в Крыму. На их спешную обработку были брошены огромные ресурсы. И хотя первым результатом грандиозного проекта стало значительное увеличение производства зерна, впоследствии выяснилось, что поднятие целины было непродуманным решением. В этот день, 59 лет назад, офицер военно-воздушных сил США Джозеф Киттингер совершил прыжок с парашютом с высоты 32 километров. За 4,5 минуты до открытия основного парашюта он развел скорость 988 километров в час. Но из-за того, что летчик использовал небольшой стабилизирующий парашют, достижения как мировой рекорд не засчитали. 16 августа 1960 года основана Международная Академия Астронавтики. Общественная организация, объединяющая ведущих ученых и инженеров, работающих в области космических исследований. В настоящее время Академия насчитывает полторы тысячи членов из 86 стран мира. Саль, ты знаешь, я имею для тебя хорошую новость. Какую? Дело все в том, что Минтруд утвердил перечень профессий, которым нельзя заниматься женщинами. Так вот, телеведущей там нет в этом списке. Я тоже читала эту новость, слышала, конечно же, как представительница женского пола, решила узнать, какие же профессии теперь все еще, вернее, недоступны для нас. И оказывается, это профессии металлообработки, которые касаются добычи нефти и газа. Также, которые касаются химического производства. Ну и нельзя нам, например, обслуживать летательные аппараты, строить суда, ну и также заниматься их ремонтом. Не зря, наверное, говорят, что женщина на корабле к беде. Ну, у меня есть еще одна хорошая новость. Дело в том, что если раньше запрещенных профессий было 400, то теперь, согласно новому закону, их всего лишь 100. Так что, да, количество сократилось аж на 300 профессий. А я, например, знала в свою очередь женщину-дальнобойщицу, и она у нас в Крыму жила. Сейчас она уже оставила эту профессию, потому что вышла удачно замуж. Ну, а вообще этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Поэтому, женщины, в скором времени появится еще 300 профессий, которые вы сможете освоить. Нужно сказать, что, конечно же, почерпнули мы эту информацию из интернета. Чем еще богат интернет всемирная паутина? Давайте узнаем из новостей интернета, которые собрали наши корреспонденты. Туристы, попавшие впервые в небольшое селение возле Ханоя, могут испугаться, увидев такие фигуры. Делают их из бамбука и бумаги. Скульптуры расставлены по всему населенному пункту и вызывают очень неоднозначные ощущения. Дело в том, что жители деревни Фукам вот уже 20 лет зарабатывают на жизнь тем, что производят бумажных чучел, которые используются в похоронных обрядах. На железнодорожном вокзале Вены установили новый мировой рекорд. Спортсмен Йозеф Кеберль залез в ящик со льдом, чтобы просидеть там дольше всех. Выдержал он 2 часа и 8 минут. Врачи следили за состоянием экстремала на протяжении всего эксперимента. Австралиец побил достижения китайского спортсмена, который в 2014 году сумел просидеть во льду 1 час 53 минуты и 10 секунд. Отчаянный лось и обрыв. В Канаде молодые люди стали свидетелями головокружительного прыжка животного со скалы в воду. Несмотря на то, что приземлился с Ахаты неудачно, он смог самостоятельно добраться до берега. А в индийском городе Вриндаван было замечено животное, которое очень ответственно подходит к защите ресурсов земли. Попив воды, мартышка закрыла кран, что очень впечатлило пользователей социальных сетей. Забавная реакция девочки на острые снеки. Малышка очень любит это лакомство, но когда ест его, всегда корчит смешные рожицы. Родители утверждают, что такую картину можно увидеть, даже если незаметно подменить угощение. Когда предложение поступает неожиданно, мужчина решил удивить свою даму сердца и встал на одно колено прямо на свадьбе ее подруги. Сначала будущая невеста не поняла, что происходит, а когда осознала, была вне себя от восторга. Когда не ищешь легких путей для достижения целей, женщина попыталась войти к себе домой, держа в одной руке коробку с пиццей, а во второй – стаканчик с напитком. В результате еда выпала из коробки и ужин даме пришлось продумывать заново. Ну а прямо сейчас я предлагаю перенестись на улицы Симферополя, где находится наш корреспондент Артем Андроновский. Он уже готов что-то интересное нам поведать, может быть, какие-то свои наблюдения. Доброе утро, Артем. Да, коллеги, нахожусь возле вот такого забора из металлической сетки. Как вы думаете, куда он ведет? Ну, конечно, это не какой-то охраняемый объект или что-то другое. Это настоящая детская площадка, которая вынуждена, по всей видимости, быть огороженной, потому что разделяет участь непростую. Все дело в ее необычном соседе. Сейчас я вам все быстро покажу и расскажу. Буквально, ну вот давайте считать вместе, раз, два, три, ну метрах в десяти, наверное, даже меньше, в семье от площадки располагаются мусорные контейнеры. По жалобам жильцов они неухожены, разбиты, как вы видите, поломаны, и мусор из них просто-напросто вываливается. То есть вы можете смотреть, вот он вокруг, повсюду. Помимо всего прочего, недобросовестные жильцы этого района выбрасывают крупногабаритный мусор и бытовую мебель и прочее. Все, что мусорные автомобили с собой не забирают и что остается здесь на долгое время. Конечно, удивительно то, что место, где растут, где играют, где занимаются своими делами дети, находится не только возле урны, но еще и возле такой неухоженной бутылки. Кстати, вот мы можем видеть их даже прямо здесь. Они, да, вот одна из них, они разлетаются, их разносят ветром по всему району. Позвольте, я это уберу, а пока договорю свою мысль, что на самом деле разбитые урны и близко нахождение свалки, это, конечно, большая проблема. С ней нужно что-то делать. Но никто не думает, что не меньшей проблемой является то, что люди, которые выбрасывают свои отходы сюда, даже не стараются убедиться в том, что они попали конкретно в урну. Потому что, поверьте, такой масштаб не может быть связан исключительно с тем, что в паре урн находятся дырки. Поэтому, друзья, не забывайте, что на проблему всегда можно взглянуть с двух сторон. Поэтому, выкидывая мусор, убедитесь, что он упакован правильно, выкинут в надлежащую урну, а главное, что он не разлетится по всему району. Следите за родным городом и тем более за своими родными дворами. Всего доброго, а я скоро вернусь еще. Студия. Саша, ну вот мне еще хотелось бы похвастаться, наверное, о том, что мне удалось поговорить с народным артистом России Олегом Газмановым лично. И следующий материал, это, можно сказать, эксклюзив, потому что нам он поведал по секрету, что же стало решающим фактором, почему он выбрал не науку, а именно музыку. Давайте узнаем об этом. Главный ЕСОУ страны, человек, который все ясные дни оставляет себе снова на крымской земле. Все верно, речь идет об Олеге Газманове, и он снова даст свой концерт под названием «Жить так жить». Эта программа посвящена 50-летию музыкальной карьеры певца, и сегодня нам удастся с ним пообщаться. Поехали по схеме каменной дороги. Народный артист России 23 ноября этого года отметил полубековой юбилей своей творческой деятельности. Сейчас на счету звезды 19 альбомов и еще больше хитов. Я думаю, у каждого человека есть своя любимая песня Олега Газманова. Давайте в этом сейчас убедимся. Здравствуйте. А скажите, какая у вас любимая песня Олега Газманова? Исаул. А можете ее напеть немножко? Исаул, Исаул. Да, да, очень люблю ее. А я ясные дни оставляю себе, а я мурые дни возвращаю к судьбе. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Эти песни покорили сердца миллионов, но сегодня знаменитость вспоминает, как непросто давались ему первые шаги в музыкальной карьере. Хоть он и пел на всех школьных концертах, свою жизнь все-таки планировал связать с наукой. Но, как бывает часто, все решила неразделенная любовь. Я влюбился, и у меня шансов не было, потому что у меня не было шансов вообще никаких. Мои соперники были и постарше, и покрепче, и поумнее, в общем-то. Но то, как я стал играть на гитаре, она стала обращать на меня внимание. В этом году певца принимают в пять крымских городов. На концертах прозвучат как новые композиции, так и проверенные временем песни. Выступления состоятся даже несмотря на то, что музыкант прилетел с высокой температурой. Видимо, что-то так мы подустали, особенно я. Дело в том, что такой был сложный перелет. Два года осталось до 70, там посмотрим. Но вообще мне это все нравится, и нравится доставлять людям удовольствие. Даже не столько, это тяжелая работа, конечно, наши все переезды. Вместе с Олегом Газмановым круглую дату отмечает и Валентин Лезов. Бас-гитарист уже 30 лет аккомпанирует своему именитому коллеге. Он очень способный, я считаю, и талантливый, конечно. И тексты писать, и песни – это очень тяжело. Это не каждому дано, это вот ему, видимо, Бог дал. Сегодня Олег Газманов даже не думает останавливаться. Несмотря на возраст, он продолжает исполнять на сцене свои коронные прыжки, разъезжать с гастролями и выпускать новые альбомы. Ведь как он сам поет, нужно жить и не тужить. А значит, певец будет радовать нас еще как минимум полвека. С Алия Салямова, Алим Велиев, «Утро нового дня». Саленька, у тебя такие красивые черевички, как у самой императрицы. Наверняка ты на них была на старочинской ярмарке. Нет, я их покупала в другом месте, но на ярмарке хожу. И об этом, кстати, предлагаю прямо сейчас поговорить. Потому что наша следующая гостья – начальник управления развития внутренней торговли Ирина Петровна Мезавцева. Она сама мама детей и, конечно же, вынуждена ходить на школьные ярмарки и там собирать и готовить их в школе. А мы только про школьные или про разные другие тоже говорим? А вот сейчас я предлагаю об этом и узнать у самой Ирины Петровны. Доброе утро! Доброе утро! Как началось ваше утро нового дня? Отлично началось, учитывая то, что я приехала к вам, значит, это уже замечательно. Мы тоже очень рады вас видеть. Взаимно. Ну, а интересно, уже в это время школьная ярмарка работает, вы не знаете? Да, совершенно верно. Я могу сказать, что школьные ярмарки уже работают по всему Крыму. Их насчитывается 19 площадок по регионам и 22 школьных базара. В Симферополе он стартовал с конца июля и будет проходить включительно до 3 сентября. Это наш сквер Тренева. Более 100 торговых мест мы предусмотрели там для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса. И, соответственно, я думаю, что даже самый привередливый покупатель и потребитель искушенный найдет все, что пожелает. Тем более, что также мы предусмотрели и огромное количество мест на рынках торговых. Но школьные базары, конечно, выигрывают в плане социальной направленности и в плане того, что цены там ниже на 10-15%. Какие еще ярмарки и базары проводятся у вас? Кроме школьных? Кроме школьных. Министерство промышленной политики регулирует и координирует вопрос ярмарочных и выставочных вопросов. И, соответственно, мы курируем и мониторим проведение ярмарок выходного дня в регионах, потребительских ярмарок. На сегодняшний день потребительский рынок республики насыщен в полном объеме. И на самом деле, правда, очень удобно, что покупатель может выбрать любой интересующий продукт, будь то продукты питания, либо одежда и так далее. Ирина Петровна, а вот себя все-таки этот вид торговли, наверное, не изжил, не исчерпал? Люди все так же ходят на ярмарки? Нет, вы знаете, ходят. Торговые центры, они ходят. Ходят, это традиционно. Но мы же сейчас говорим о школьном базаре, правильно, в первую очередь? Ну, вообще в целом, а ярмарка, а школьном базаре тоже? Конечно же, ходят. Потому что, ну, во-первых, это традиция. Во-вторых, все-таки ценовая политика более интереснее, чем среднерыночная. А на данный момент этот вопрос актуальный. И, конечно же, ассортимент, плюс наличие наших крымских товаропроизводителей. Скажите, а качество самих товаров отличается как-нибудь в супермаркетах? Вы знаете, ну, качество, качество мониторится достаточно строго всеми контролирующими службами. На все продукции и продукцию имеются все необходимые сертификаты. Поэтому, ну, я могу сказать, что и там, и там качество соответствует везде. Просто здесь уже имеется в виду доступность, удобство. То есть, например, мне удобнее с детьми прийти на школьный базар и где-то в одном месте все выбрать. И обувь, и форму, и ранцы, и тетради. Кто-то привык к торговым центрам. Здесь вопрос только привычки потребителя. А нет какой-то статистики в процентах? Насколько отличаются цены на ярмарке от, скажем, среднего возраста? До 15 процентов. Иногда бывает и выше. Копейка рубль бережет. Мне интересно место расположения. В этом году решили школьную ярмарку в Симферополе установить возле парка Тренева, да? Да, в Тренево. То есть, постоянно кочуют у нас школьный базар. Качают. Стационарного места так и не выбрали. Вы знаете, ну смотрят по удобству. Это уже больше вопрос к нашим городским властям. Я так предполагаю, что смотрят удобство. Опять же, проводятся опросы на сайтах. То есть, ну значит, наши сами потребители и население выбирают данный вид организации и в данном месте. Скажите, а все-таки, если выбирать пользу ярмара, какая больше? Экономическая польза или социальная? Вы знаете, и социальная, и экономическая. Нельзя сказать, на конкретно какую-то больше упор сделать. Она одинаково социальна и одинаково экономически выгодна. Я надеюсь, что население Крыма остается довольна. И также гости приезжие, потому что у нас в этот момент очень много гостей. И я сама видела, что ярмарка очень насыщена людьми. И люди выбирают и покупают. Ну, а потом в конце подводите какую-то статистику, сколько людей посетило, может быть, школьную ярмарку? Мы соберем этот вопрос, ну, эти данные у администрации муниципальных образований. Как бы такой статистики раньше не проводилось. А что? Это можно, да, можно просто посмотреть по покупательской способе, по товарообороту. Но вы сами уже, наверное, ходили на школьный рынок, уже собирали, что купили уже дети? Ну, так как мой ребенок старший в кадетском классе, то форму, к сожалению, у меня не получилось на ярмарке купить. У нас специализированные военные магазины. А вот канцелярские принадлежности, да, очень удобно. Плюс всегда Министерство промышленной политики рекомендует всем хозяйствующим субъектам очень ответственно подходить к выбору, в том числе нанесение неких информационных материалов, чтобы наше подрастающее поколение росло в том необходимом, традиционном нам уровне, без каких-то надписей, логотипов. То есть, ну, такое вот. В этом плане очень приятно, что школы подошли ответственно к этому моменту. И тетради требуют, просто тетради, без каких-то там цветных, наляпистых рисунков. Ну, в таком плане. Большое спасибо вам за рассказ. Напоминаю, в гостях в нашей студии Майзавцева Ирина Петровна, начальник управления развития внутренней торговли. Спасибо за рассказ. Спасибо, всего хорошего. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и сейчас предлагаем посмотреть «Крым онлайн». Дорога в село Табачное. Мужчина неожиданно выехал на встречную полосу, а затем свернул на обочину. К счастью, столкновение удалось избежать, но ситуация неприятная. По словам комментаторов, объехать эти ямы невозможно. Длина опасного участка достигает 6 километров. Безбилетный пассажир и находчивый перевозчик. Кочевицы сняли на видео пса, который катался в кузове автомобиля, и выложили эти кадры в сеть. Мнения комментаторов разделились. Кого-то ситуация заставила улыбнуться, а некоторые негодуют. И пишут о жестоком обращении с животным. Невозможно остаться равнодушным, когда люди, лишившиеся своего жилища, буквально погибают на улицах от голода. Так волонтеры описывают свои душевные порывы помочь всем и каждому. На этих кадрах социальная столовая на улице Киевской, в которой кормят бездомных. Обшарпанные стены и антисанитария. По словам добровольцев, их жалобы в администрацию города остались без ответа. Не лес, свалка, а люди-свиньи. Такое сообщение отправил в одну из крымских групп автор ролика. Он решил пожарить шашлыки в сосновом бару недалеко от улицы Залезской, но не нашел ни одной чистой поляны. На пост отреагировали бурно. Людей возмутил не только мусор, но и безрассудство автора, решившего разжечь костер в пожароопасный период. Двух резвящихся друзей заметили отдыхающие в песчаном. Дельфины в погоне за рыбкой выплыли на мель и продолжили игру практически на берегу. Зрелище потрясающее. Так хотелось бы поплавать вместе с ними, пишут комментаторы. Сталь, ну прямо сейчас я предлагаю перенестись вновь на улице Симферополя к нашему мобильному корреспонденту Артему Андроновскому, который готов поведать нам свежую и актуальную информацию. Доброе утро, Артем. Да, коллеги, вот в таком необычном положении вы меня застали во время моего последнего стрима. Ну, что хочу сказать. Пробки, я надеюсь, все сами понимаете. Сейчас мы подъезжаем к кольцу на площади Советской. Конечно, движение есть, автомобили немножко протягиваются вперед, но все же хочу заметить, что, в принципе, видите, скорость небольшая. Такая же ситуация ровным счетом происходит и на площади Куйбышева, потому что именно ее мы и пытались объехать таким образом. Москальцо, с которого мы выезжали, чувствует себя еще более-менее в порядке. Но, естественно, часы приближаются к девяти, и люди спешат на работу. Конечно же, образуются небольшие пробки, тянучки. Этого не избежать. Поэтому мой самый, наверное, верный совет. Не хотите опоздать, выезжайте заранее. Тем более, что есть обходные пути в некоторых местах. Можно даже неплохо сократить. Конечно, вот таких колец не избежать. Но, в принципе, приехать вовремя можно. Заодно, пока я в автомобиле, решил рассказать вам о том вообще, что стоит делать обязательно. Ну, во-первых, посмотрите на меня. Это ремень. Это обязательное правило для каждого, кто сидит за рулем, потому что это, в первую очередь, ваша безопасность. Во-вторых, это соблюдать все правила движения, и тогда, возможно, вам получится даже проехать быстрее. Потому что, как известно, тот, кто нарушает, впоследствии никогда не выигрывает. И еще хотелось бы сказать, что в пробках стоит быть особо бдительными и внимательными. Особенно на выходах, перед выходами на кольцо. Вот прямо сейчас нас немножечко подрезали даже. Поэтому, если бы невнимательность водителя, кто знает, что случилось. Ну, в целом, желаю вам хорошего, продуктивного дня. И постарайтесь избегать стресса, постарайтесь избегать излишнего напряжения. А для этого выезжайте заранее. Ну и отпускайте, отпускайте весь негатив, потому что с собой нужно нести только позитив. Поэтому желаю вам хорошего дня и продуктивной работы. До скорых встреч. Спасибо, Артем. Ну, а я хотела бы напомнить свою очередь, что сегодня мы находимся на крыше 16-этажного здания. Это наша студия. И предоставила нам ее жилищный комплекс «Альфа». И у нас сегодня декорация просто потрясающая. Это Симферополь, который дымится и живет на фоне серых облаков, туманного неба. Ну, дымится в хорошем смысле этого слова. Безусловно. Убиться, наверное, правильно сказать. Да, благодаря этим серым облакам, благодаря этому фону. Ну, а что ж мне хотелось еще сказать, что благотворительные у нас проходят балы в Крыму, Саша. И пока что это моя мечта на них побывать. А вот моей коллеге Тане Балыкиной это удалось уже сделать. Вальс, полонез и стук каблучков по паркету. Совсем скоро в Феодосии в доме Ивана Айвазовского снова зазвучит оркестр. Ежегодный бал в рамках благотворительной акции «Белый цветок» пройдет 29 сентября. Но наряды девушки подбирают уже сейчас. Это? Да, разумно. Да, разумно. Зеркальцем, смотрите. В этом году, чтобы получить приглашение на бал, школьники писали сочинения про Петра Губонина. Ученица девятого класса Ева Мария Баронина к конкурсу подошла со всей ответственностью. Почти целую неделю изучала биографию знаменитого мецената. Он сделал очень много для других людей, но при этом себя сдерживал в каких-то фрагментах, в каких-то моментах. Он делал все для того, чтобы другим было комфортно и при этом очень грамотно распоряжался своими средствами. Больше 16 тысяч сочинений, из которых выбрали 40. В этот раз участвуют не только крымчане. Среди дебютантов бала несколько человек из Брянска. Это не просто эссе. Каждый год разная тема. Было про Святого Луку, про Айвазовского, в этом году про Губонина. Дети 14 лет, они не знали именно, что эти люди были меценатами Крыма и что они сделали для Крыма. О победе школьники узнали во время последнего звонка. Торжественно на линейке им вручили конверты с заветными приглашениями. Почувствовать себя сказочной принцессой и станцевать на балу, наверное, мечтает каждая из девочек. Особое волнение вызывает даже не само торжество, а подготовка. Учесть нужно все детали, от цвета и фасона платьев до традиционных аксессуаров. Перчатки, украшения для волос и, конечно же, туфли. Самостоятельно превратиться из золушки в королеву бала нелегко. Подготовиться к торжеству девушкам помогают феи красоты. Наша задача – это сделать прически, которые будут в стиле конца 19 века, чтобы они все были примерно в одном образе, не выделялись особо друг от друга. На подготовку 4 месяца дома по видеоурокам с хореографом девушки разучивают бальные танцы и правила этикета. А вот о том, кто станет их кавалером, дебютантки пока не знают. Организаторы до последнего дня планируют держать интригу. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну что ж, наше время подошло к концу, а это значит, что пора, пришло время прощаться. Ну, новый день начинается, он несет много хороших новостей. Мы, безусловно, желаем вам, чтобы день прошел светло, светло, ярко и запоминающийся. Ну, а для вас в прямом эфире работал Александр Ткачев и Салия Сарямова. Ну, а также мы вам желаем, чтобы эти выходные у вас прошли тоже отлично, удачно. Всего хорошего. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова